Друзья, здравствуйте! Полетал на дроне для вас вокруг потрясающего объекта. Заброшенный ракетоносец российский под названием Лунь. Еще этот объект называют Каспийский монстр. Этот Лунь, полукорабль-полусамолет, лежит прямо на пляже в 17 километрах от города Дербент. Где-то примерно в двух часах езды на машине от столицы Дагестана Махачкалы. По сути, это корабль на воздушной подушке, но только очень огромный. Он длиной 92 метра и весом где-то около 500 тонн. Мог подниматься над водой на высоту от 5 до 10 метров и мчаться со скоростью 500 километров в час. Представляете, летит над водой со скоростью 500 километров в час. Соответственно, на такой низкой высоте он был недосягаем для обнаружения с радаров противника. Вооружение, помимо нескольких авиационных пушек, самое важное, что этот полукорабль-полусамолет был оснащен шестью ракетами типа «Москит». Это крылатая ракета, которая идет по очень низкой траектории и может поражать цели на расстоянии до 250 километров. Когда-то это был последний факт Ю СССР Америки. Американцы, конечно, страшно испугались, когда увидели из космоса этот корабль в Каспийском море. А сейчас, представляете, этот монстр просто валяется на пляже. Раньше этот корабль был в Каспийске, потом его приволокли сюда. Он долгое время был в воде, но сейчас его вытащили на берег, очевидно, чтобы он не разрушился. Вот они, пусковые станции ракет. Такая ракета могла запросто потопить при попадании мощный корабль противника. Сейчас мы видим двигатели. Эти двигатели развивали такую мощь, что народ говорит, когда они начинали работать, рыба с перепугу выбрасывалась на берег. На корабль залезать запрещено. Корабль находится под видеонаблюдением. Есть соответствующие знаки. Вот какая-то веревка висит, непонятно для чего. Нереально огромный хвост. Под хвостом находится кабина пулеметчика. Очевидно, этот пулеметчик с авиационной пушкой должен был прикрывать подходы с тыла. Хотя непонятно, если корабль летит на скорости 500 км в час, то какой другой корабль может его догнать, чтобы атаковать с тыла. Долгое время корабль находился в воде. Мы видим на борту нарост из ракушек. А сейчас вы видите пневматическую систему, с помощью которой корабль вытащили из моря на сушу. Надули под ним такие баллоны резиновые, и с помощью лебедок вытащили его на пляж. Кое-где обшивка прохудилась, и мы можем засунуть сквозь дырки камеру и заглянуть внутрь. Вот и все на сегодня. Спасибо, друзья, за просмотр. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. До свидания.